Сначала хочу сказать спасибо большое за все эти несколько и такие продуктивные работы, которые у нас были. Они действительно нам очень помогли. Большое спасибо организаторам, большое спасибо менторам, большое спасибо всем, кто помогал и принимал участие. Сейчас я хочу представить проект по карте «Наркосцены Санкт-Петербурга». Проект выполнен при поддержке компании «Нерсгиз», при информационной поддержке «Новой газеты», которая уже, спасибо Серафиму, начала публикацию материала по этому проекту. И наша команда здесь представлена, но, конечно, наша главная часть это Алексей Лахов, фото-гуманитарные действия, ну и этот вот, собственно, мы все здесь и представляем. Здесь есть ссылочка на GitHub, где лежат все исходные данные. Но теперь можно начать. Я представлюсь, меня зовут Александра, и наш проект направлен на то, чтобы помочь общественности, СМИ и самим потребителям решить проблему недостаточной информированности о том, где можно получить помощь, как можно помочь, какая вообще складывается наркоситуация в городе и в разных его районах. Поэтому мы сделали карту, которую мы попозже посмотрим. Мы решаем все эти проблемы. И сейчас я хочу показать всю карту. Вы можете открыть ссылочку, если она открывается? Если нет, то из чата. Попробуйте из чата, она после презентации лежит. А нет, ваш сайт уже открыт. А, сайт открыт? Тогда откройте сайт, пожалуйста. Мы сделали карту, сделали ее на сайт, и хотим вам показать этот сайт. Попробуйте полистать. Вот здесь мы расскажем о том, что на этой карте изображено. Это первая версия карты, вот, остановитесь, пожалуйста, на ней. Здесь представлено несколько слоев. Так, я попробую понять, где работает вот эта вот классная подсвечивающая штучка. Можете обновить? Там черная. Да. Обновите, пожалуйста. Да, вот. Теперь все студии. У нас такая вот черно-белая гамма. И здесь есть несколько слоев. Здесь общая ситуация с наркопреступностью. То есть, где больше всего наркопреступлений можно поставить галочку на этот слой, и карта раскрасится в соответствии с этим. А также информация о том, где больше всего наркозадействуемых. Как в первых, в первых случаях, так и постоянно зарегистрированных наркопотребителей. Попробуйте убрать галочку вообще со всех верхних слоев, да. Мы ничего не видим. Если мы ткнем на одну галочку, то карта раскрасится в соответствии с этим. То есть, мы видим самые темные районы. Это районы, где ситуация окружена всего. Верните, пожалуйста, район. Попробуйте спросить на какой-нибудь район. На любой район, только не на точку. Вот. Мы видим, сколько здесь предупреждений незаконного оборота наркотиков. Видим название района. Также здесь представлены в виде вот этих точечек. Это нижний список. Все листы, все наркопотребители и его близкие могут получить помощь. Это синие автобусы фонда гуманитарных действий, где можно сдать шприцы, использованные, получить новые стерильные. Также можно получить средства главной процерции и стерильные салфетки. Есть амбулаторные пункты, городской наркобольницы, отделение вирусных инфрекций и группа анонимных наркоманов. Можно пролистать сайт дальше? Здесь мы оставили ссылки, где можно сообщить о таком наркотике. Написали, как человек может изменить ситуацию в дальнейшем. Давали кнопочки, чтобы дням на сайте человек мог пожертвовать ту или иную слуху. Дальше, ниже. Представлена еще более подробная карта с большим числом слоев. Можете нажать на плюс и развернуть какой-нибудь из списков. Вот, например, в блоге наркопреступности мы можем видеть, как преступления с незаконным оборотом наркотиков, как и преступления несовершеннолетних. В распространенности наркотиков у нас данные из Даркнета, с Гидры, о том, какое количество закладок находится в районе и какой вес заложенных на районе наркотиков. Это тоже может быть полезно, но это данные с Гидры за один конкретный день 2017 года. Также здесь есть очень подробная статистика по разным переменам. Все это интерактивно, но все можно счетно и попробовать его сейчас на какой-нибудь район навести и ткнуть. Вот, здесь уже появится информация по соответствующей теме, которая интересует. Мы это дело тоже доработаем красиво. Можно еще проистать сайт. Вот, здесь представлена небольшая статистика. Я не буду на ней сейчас останавливаться. Любой желающий может зайти на этот сайт и прочесть. Здесь описываются данные, которые мы использовали. Немножко информации о фронте, наши контакты и наша команда разработчиков. Вот, спасибо. Можно мы на эту презентацию продолжим? А Зайдыха? Зайдыха, в котором мы собрали данные. Данные статистики и данные скидра обработали их, создали эту карту и создали первую версию сайта. И в случае, если мы получим грант, если мы выиграем 60 тысяч, мы уже придумали, на что это можно показать. Во-первых, мы сделаем глубокий статистический анализ полученных данных. Попробуем определить, какие характеристики района влияют на распространенность наркотиков в районе. Также мы доработаем функционал карты, чтобы это все было чем удобнее и красивее. Мы доработаем с самым сайтом, чтобы он выглядел лучше и тоже был более функциональным. И еще мы хотели бы потратить немного денег на то, чтобы запустить таргетированную рекламу в ВКонтакте для потенциальных пользователей этого ресурса. Я также хочу еще раз повторить, что наш проект, наш сайт, который включает и карту, и статистику, он будет дальше наполняться какими-то материалами по соответствующей теме. И он нацелен практически на все население. Это обычные горожане, которым интересна ситуация. Это наркопотребители, их близкие, которым нужна помощь. Это медиа, которые будут благодаря этому ресурсу узнавать на консультации в Петербурге. И это, конечно, потенциальные номер под эмунитарные действия, которые благодаря этому сайту смогут лучше узнать о проблемах, о том, как они могут помочь и им перевезти деньги. И к любой благотворительной организации это необходимо. Еще раз большое спасибо организаторам, большое спасибо нашим парнямам в новой газете «Инэнсгизмутс». Я готова ответить на любые ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за проект, за презентацию. У меня один и, может быть, даже два коротких вопроса, если не позволю, коллеги. Первый вопрос касается... Деление на районы. У вас получается, например, в результате у вас получается, что вы лидеры вышли, как я заметила, для Алтейской, для Островской еще какие-то районы. Но, наверное, очевидно, что это районы с наибольшей концентрацией учебных заведений, наибольшей концентрацией паров, наибольшей концентрацией, ну, вот, скажем, таких, скажем, общественных мест. А с другой стороны, многие изких людей, которые, скажем, потенциально потребляют наркотики там, они живут где-то в другом месте, да? Вот как, не знаю, как вы это разделяете? Там, потребление памяти коллектива или памяти премывания, памяти кучевы? То есть, получается, какая-то такая небольшая... Ну, если это, допустим, зачем делить на районы, потому что не очень понятно, как, кого нужно оттрекить, да? Да, большое спасибо за этот вопрос. Мы тоже, конечно, задавались. Любые данные, любая работа подобного рода содержит определенные ограничения. Но, если говорить об именном наркопреступлении, преступления, которые совершаются под действием наркотиков, то они, конечно же, привязаны к месту, где они совершаются и на фигарте отличные в соответствующем районе. И если мы делаем это для жителей районов, то, я думаю, жители района совершенно не понимают, где человек употребил наркотики до того, как он приехал в его район и совершил то или иное правонарушение или преступление. Также надо разделять именно наркозависимость и наркопреступление. Если мы уберем далочку с наркопреступления и поставим ее на наркозависимых, мы увидим немножко другую картину. Мы увидим, что хуже всего ситуация в других районах, а не в центре. Это как раз связано с тем, что люди, на которых там проживают, больше всего употребляют наркотики и испытывают проблемы с зависимостью. То есть, разберение происходит как раз по этому расставанию, где совершаются преступления и где больше зависимых. Спасибо. Спасибо за объяснение. Да, я в этом презентации только чуть раньше не поняла. А сейчас, если можно, второй вопрос. Как вы планируете расширить блок советов для друзей в родственной микроскоп? Да, то есть, нам у вас пока довольно-таки так схематично представили, просто не стартный можно кто-то и кто-то получить, а какой-то более подробный структаж или работа в этом направлении планируется? Да, конечно, планируется работа над этим. Будет отдельный блок на сайте, что делать, если мы близки по полу чугу. И, зайдя в этот раздел, человек сможет познакомиться со всеми рекомендациями, со всеми методичками фондов, со всем, что нам удастся найти и написать. То есть, этот блок тоже будет прорабатываться, разрабатываться. Но за время Хакатона наша основная задача была сделать техническое решение и поработать с данными. Так, этот блок, конечно, будет со всеми рекомендациями, отписаниями, ссылками, телефонами и, в общем, со всем. Спасибо. Спасибо за этот проект. У меня есть еще два небольших причиняющих вопросов. Удалось ли в ходе Хакатона, да, при работе с как раз данными, какие-то минимальные инсайты получить? Или результатом стало именно карты, на которые разные слои с данными? Я поняла ваш вопрос. Спасибо. Если вы говорите о сайтах, так сказать, статистических, да, то, конечно, главное, что больше всего закладок именно по количеству находится в центре города. Ну, это логично, это понятно. Людям в центре проще всего добыть наркотики. Ну, как-то происходит, люди сидят в клубе, заходят в торы, такие, о, надо почему-нибудь заказать. Отправляют заказ и дают координаты ближайших дней закладки. И, на самом деле, поскольку большинство развлекательных заведений сконцентрируется в центре, то дилерам пригоднее всего делать закладки в центре. Ну, что касается именно прямо-таки связи, распространения наркопроблем с разными характеристиками района, мы планируем это доработать. Мы хотим взять такие перемены, как депрессивность района, которая сложится из количества заброшенных мест, из количества промышленных учреждений, из возраста района. Хорошо, мы хотим взять общее количество преступлений, не наркопреступлений вообще обычных, в общем, взять различные характеристики района, посмотреть, как они связаны с многопроблемами. И это тоже будет. Это будет раздел с аналитикой. Мы его запланировали. А, ну, это самый главный инсайт. В один из дней 2017 года в Куркине лежало 15 килограмм витамина в одной закладке. Спасибо. И второй вопрос, данные в Куркине. По поводу источников данных, насколько я знаю, это были данные НАК и данные в ОКО ГИДРе, правильно? Так, данные технологической комиссии и данные, которые были предоставлены. Они были оцифрованы, насколько я знаю. Вы их будете выкладывать в публичный доступ в РАЦ? Да, конечно. Так что у нас на этом сайте ПАЭЦ раздел с открытыми данными, со всеми данными, которые есть по наркоситуации, они будут открыты. Да, ПАЭЦ на источник, ссылку нам присылал. Да, мы его упомянули на сайте. Если вот сейчас чуть-чуть пролистать сайт, пожалуйста. Мы Никите выразили большую благодарность. Вот, выше, выше, выше. Вот, Никита Словнородский, да, любезно предоставил. Большое спасибо, передаём. Я не прообещал просто. Да, передаём. Что, коллеги, время есть, не про? А что, по-моему? Ну, давайте один раз. Интересно, вы хотели побуждать людей сообщать вам о местах закладки? Не о местах закладки, а о торговле, в такой, скажем, районе. Ну, вот если мы говорим об обычном жителе, заходит обычный житель на сайт, смотрит на карту, видит ситуацию в своём районе. То есть он понимает, что это не какая-то абстрактная проблема. Он видит ситуацию в своём районе, может выйти на район, увидеть, сколько всего тут страшного какого-то происходит. И под влиянием этого, конечно, наверное, захочется как-то остановить распространение этой проблемы. И очень особенно, что если у него есть дети, друзья, и ему не хочется, чтобы они попали в такую наркобеду, то, конечно, это побудет его, как или иначе, сообщать о работе на костюме. Что касается наших потенциальных куломеров, для них это является очень наглядным способом, мы скажем так, для отчётности, в том числе о деятельности, о том, что будут в курсе эти проблемы. В дальнейшем хотелось бы, если этот ресурс, точнее, не если, а когда этот ресурс запустится, очень хотелось бы через год, на данный 2018-2016 год, посмотреть, как изменилась ситуация в различных районах, и особенно посмотреть, как она изменилась в тех местах, где работает ОКО, где стоят автобусы гуманитарного действия, например, и стала ли она лучше. Если действительно всё так, то это будет дополнительным поводом, дополнительным плюсом для того, чтобы нам продолжали давать денег на это благое дело. Спасибо. Можно ещё два слова скажем? Хочу обратить внимание, уважаемые члены жюри, что в рамках новой газеты этот проект получит развитие, то есть, кроме того, что мы опубликуем тоже эти карты, есть идеи двух журналистских историй. Первое – это история о людях с тройным диагнозом, с которыми также работает фонд гуманитарные действия. Это ВИЧ, тверкулёз и макозависимость. А также расскажем о новой судебной практике, когда людям, осуждённым по преступлениям, связанным с наркотиками, дают отсрочку, и последствия приговора может быть отменён, если они проедут реализацию. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллега, большое просьба всё-таки по формату выдерживать. Спасибо.